В эфире информационная программа «Шарайна». В студии работает Мадина Кадыргожина. Здравствуйте! Сегодня состояла встреча Акима города Нурбола-Нурсагатова с жителями поселков Бобровка, Мурат, Западный и Нахаловка. На собрании были высказаны и выслушаны жалобы и предложения горожан. О том, как прошла встреча, смотрите в нашем видеоматериале. Перед началом встречи Аким города отметил, что будет отвечать на вопросы горожан до тех пор, пока вопросы не закончатся и не будет принято какое-либо решение. Отметим, что во многих районах города наблюдаются одни и те же проблемы – состояние дорог, отсутствие освещения, детских площадок и злободневная проблема с общественным транспортом. Также в некоторых отдаленных частях города горожанам приходится ходить за водой на колонку. Все эти проблемы городоначальник выслушал вместе с руководителями ответственных отделов. Дорогие земляки, развитие инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на окраинах города, является одним из актуальных вопросов, находящихся на постоянном контроле Акимата. В текущем году на развитие дорожной инфраструктуры города были выделены бюджетные средства, в том числе были проведены работы по текущему ремонту внутренних дорог массивов Бобровка и Мурат и по улицам Созидательная. Проведен средний ремонт трех километров дороги, ведущих к поселку Мурат. Основным фактором повышения качества жизни населения является развитие социальной, жилищной и транспортной инфраструктуры. Также идет процесс освоения территории под индивидуальное жилищное строительство, проведение инженерно-коммуникационных работ по водоснабжению и электроснабжению земельных участков, разделенных на три этапа. В соответствии с этим работы ведутся по девяти жилым массивам, в том числе в населенных пунктах Жарак, Ак-Кабыл, Жебек-Жолым, Ушах-Тубе, поселок Степной, Красный Кордон и водный поселок Бобровка. Срок реализации – 2023 и 2030 годы, продолжается работа по обеспечению населения чистой питьевой водой. В ходе собрания были подняты актуальные проблемы, которые требуют своего решения. Так, жительница поселка Бобровка, Гаухар Арстамбаева, переживает за младшее поколение микрорайона. По ее словам, отсутствие освещения на улицах, недостаток автобусов, бродячие собаки, мусор являются препятствиями для безопасного обучения школьников. Также был затронут вопрос об отсутствии банкомата в районе, из-за этого приходится ездить постоянно в город. Это была охота, знаете, чтобы быстренько, чтобы дети это наши видели. Я вот сама вот уже сколько лет в инициативной группе, уже с молодости, как говорится. Сейчас я уже не в таком состоянии, чтобы бегать там, заявления собирать, подписывать, что-то делать. Мне это просто, я как от себя лично выступила. Чтобы в школе, самое главное, дети хотят два автобуса выделили, один на Мурат, один на Бобровку, чтобы наших детей не давило. Понимаете? Тротуарный, хотя вот дорожку, вот от школы до Калинки, они идут, они идут по пыльной дороге, они вот идут прям по кромке дорожки, понимаете? Осень, весна, там грязь, лужи. Ну, детям очень тяжело, как говорится, ходить туда-сюда. И вот самый главный вопрос, вот это вот автобус для детей. А сейчас взрослый ребенка не пропустит, сам залазит, ребенок остается. А сейчас зима на носу, наши дети будут мерзнуть, а люди домой езжать. Она домой приедет и будет сидеть своего ребенка ждать. Так же? Вот эти вот проблемы надо как-то решить. К слову, с 2023 по 2030 год начинаются работы по улучшению жизнеобеспечения города. Нурбол Нурсагатов поручил ответственным лицам приступать к выполнению своих обязанностей и начать работу по исправлению проблем населения. Отметим, что Аким будет продолжать посещать районы города, чтобы лично ознакомиться с накопившимися проблемами. Полемики хватает, надо конкретикой заниматься, сказал Нурбол Нурсагатов. Мадина Кадрыгожина, Сумкар Тулумхан, Орлан Исаков, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем городе состоялся брифинг, посвященный Дню Республики. Спикерами заседания выступили руководитель управления общественного развития области Абай Айдар Садырбаев и руководитель управления культуры и развития языков области Абай Айдар Ибрай. В ходе брифинга ведущие представили перечень мероприятий, организованных по случаю праздника. Глава государства Касымжумар Кемелевич Тукаев, выступая на первом заседании национального Курултая, предложил вернуть в Дню Республики статус национального праздника. И в сентябре текущего года подписан соответствующий закон. Теперь День Республики включен в перечень национальных праздников. В сентябре месяце был подписан соответствующий закон, в результате чего День Республики включен в перечень национальных праздников и впервые будет отмечаться. По нашей области разработаны областные, городские и республиканские планы. Всего насчитывается порядка 200 мероприятий, в том числе познавательного, культурно-нравственного, спортивного, массового характера. Будут череда торжественных мероприятий в городах и районах области, а также открытие объектов социальной направленности. В частности, торжественное мероприятие мы планируем провести 22 октября, то есть в преддверии государственного праздника, в Театре Абая с награждением отличившихся наших земляков государственными наградами. Более того, хочу отметить, что 10 человек из области Абай посетят столицу нашей Родины для участия в республиканских торжественных мероприятиях. В настоящее время в преддверии Дня Республики в городских округах области Абай забланированы массовые мероприятия, связанные с этим днем. Мы разработали перечень мероприятий. На сегодняшний день мы подготовили свыше 130 культурно-массовых мероприятий различного уровня. В том числе будут организованы праздничные концерты, патриотические акции, выставки, конкурсы, а также вечера поэзии и разные культурно-массовые мероприятия. День Республики является символом исторического шага страны государственности. И мы верим, что праздничные мероприятия, проводимые в нашей области, покажут жителям города важность этого дня. На сегодняшний день по городу Семей все 22 котельные теплокоммунэнерго работают в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель Акима области Абай Дмитрий Гариков. Государственное коммунальное предприятие теплокоммунэнерго на сегодняшний день работает в стабильном режиме. Все подготовительные мероприятия, которые делались в предотопительный период, они проведены практически полностью. Техническое состояние котельных на данный момент в исправном состоянии. Конечно, есть моменты, это, скажем так, наследство, которое нам досталось еще с постсоветского пространства. Большинство котельных, которые в свое время необходимо было ремонтировать, но за последние, скажем так, три года выделяется достаточно количество средств для реконструкции и ремонта данных котельных. На сегодняшний день, скажем так, из 22 источников, почему 22, я дополню. До этого у нас было 18 источников, которые были в составе теплокоммунэнерго. Это две больших ТЭЦ, это ТЭЦ-1 и РК-1, и котельная свыше 100-гековой, это котельный центр. В этом году у нас добавилось еще четыре малых котельных. Эти котельные на протяжении 9 лет были в доверительном управлении у предприятия ТЭО «Тепломонолит», но в этом году они показали свою несостоятельность, не смогли подготовиться к зиме, поэтому мы вынуждены были уже перед отопительным сезоном взять данное котельное на обслуживание в теплокоммунэнерго. Они, в том числе, тоже готовы и запущены. Отопительный сезон мы начали, скажем так, даже, наверное, ранее, чем своевременно, 29 сентября. По нормативу, если среднесучная температура ниже 8 градусов в трое суток Дерц, то запускается отопление по городу. Но, в целом, на сегодняшний день средняя температура по городу выше нуля, и, в принципе, все котельные работают в правом состоянии. Отметим, в этом году проделана работа по прокладке перемычки между котельной центра и котельной 103 с целью распределения тепловой энергии в пиковый период. Аим Жина Сарлан Исаков, информационная программа «Шарайна ТВК-6». В целях повышения интереса детей к чтению в рамках проекта «Балалар Алимы», организованного Управлением образования области Абай и при поддержке Казахстанского института общественного развития Рухани Жангару прошел областной этап республиканского конкурса детских чтений для учащихся 3-10 классов. Подробнее в следующем видеоматериале. Конкурс проходил в среднеобщеобразовательной школе номер 4. Целью конкурса является повышение интереса детей к чтению, привлечение к углубленному изучению казахской и зарубежной литературы, произведения поэтов и писателей, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма. Как известно, глава государства Касым Жумар Тукаев на 4-м заседании Национального общественного совета доверия уделил особое внимание развитию интереса молодых казахстанцев к чтению для формирования читающей нации. Данный республиканский конкурс проводится Институтом развития казахстанского общества при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Во второй раз в рамках проекта «Балалар Алима». В этом году в конкурсе принимают участие учащиеся 17 областей и трех городов республиканского значения страны. Цель конкурса – повышение интереса молодежи к чтению книг, привлечение молодежи к чтению казахской и зарубежной литературы и привитие чувства патриотизма. Надеемся, что благодаря таким конкурсам у молодежи повысится интерес к чтению и литературе. Ранее конкурс проводился в городах и районах и были отобраны лучшие участники. В конкурсе приняли участие учащиеся в возрасте от трех до десяти лет. В ходе мероприятия участники решали тестовые вопросы и писали эссе с целью выражения своих мыслей. Меня зовут Нурай. Я учусь в средней школе Кожабирды Батыра. Мне очень интересны казахские сказки. Я очень рада, что участвую в этом проекте. Я люблю читать казахские сказки. Я Сайлаубек Азири Максатовна, ученица 6 класса средней школы имени Сака Копекова Аксуатского района. Мой руководитель Динара Сисимбинова Аскарбековна. Я очень рада, что участвую в проекте «Баллар Алиме». Я из школы номер 2 города Курчатов. Я очень желал этого конкурса. И в этом конкурсе читал сказки «Алпамас Батыр» и «Кожанасыра». Желаю удачи участникам этого конкурса. В учебно-познавательной базе конкурса были представлены книги для 3-го и 4-го классов «В мире сказок», для 5-го и 6-го классов «Кельбаллар оклык», для 7-го и 8-го классов «Веками воспевает историю» и для 9-го и 10-го классов «Олудала жирлары» и «Олудала улагаты». По окончанию конкурса победители были награждены специальными грамотами. Аймжин, Айтказинов, Арлан Исаков, информационная программа «Шарейна ТВК-6». Согласно статистике, при выборе обуви представительницы женского пола заботятся о красоте и комфорте. Ну а мужчины выбирают обувь, которая сопровождается удобством при ходьбе. По истечении времени найти красивую, качественную и одновременно удобную обувь становится все сложнее. По этому случаю в городе Семей проходит ярмарка белорусской и российской обуви, где вы можете найти то, что будет соответствовать вышеперечисленным критериям. Подробнее смотрите в видеоматериале. Гармонию качества и цены обуви можно увидеть и приобрести на ярмарке белорусской и российской обуви для мужчин и женщин. По словам консультантов, ботинки и туфли представлены в различном диапазоне ценовой политики. А также высокий сервис обслуживания и работы с клиентами. Напомним, что те модели, которые выставлены на ярмарке, занимают высокие позиции в сравнении с другими производителями. В городе эта ярмарка проходит уже два года подряд. По словам организаторов и консультантов, покупатели остаются довольны качеством, оставляя хорошие отзывы. Я житель города Семей. В прошлом году мы брали обувь с этой ярмарки. Качество хорошее, цена доступная. Приглашаю пенсионеров и горожан прийти на эту ярмарку и приобрести обувь. Обувь хорошая, качественная. Мы третий раз покупаем уже. Нам понравилось. Покупайте. Ортопедические заболевания, которые в частности возникают из-за неправильно подобранной обуви, могут негативно сказаться на общем состоянии здоровья человека. Кроме того, может развиться такой недуг, как плоскостопие. Поэтому на белорусской российской обувной ярмарке можно подобрать удобную ортопедическую обувь с учетом анатомических особенностей стопы. Также в наличии имеются разные модели на зиму с нескользящей подошвой. Доступные цены позволяют каждому клиенту подобрать понравившуюся модель. Цены начинаются от 10 тысяч тенге. Ярмарка белорусская, российская обувь. Как правило, все болезни от ног, поэтому нужно носить качественную и удобную обувь. Наша обувь для тех, у кого высокий подъем, широкая голенищая, выступающая косточка. Также наша обувь имеет ортопедическую основу и противоскользящую подошву. Цены у нас доступны абсолютно для каждого. То есть женская обувь начинается от 11 тысяч выше, мужская обувь от 18 тысяч выше. У нас представлены модели летнего сезона, демисезонные и зимние. Размеры у нас идут женская обувь от 36 по 42 размер, мужская обувь от 40 по 49 размер. Мы находимся по адресу Мангелекиель 2, кинотеатр Достан. Приходите, всех будем рады видеть. Ярмарка обуви стартовала в 7 и 12 октября и проходит по адресу Мангелекиель 2, в здании кинотеатра Достан. Обувь из натурального меха можно приобрести с 10 утра до 7 вечера. Менеджеры ярмарки работают без перерывов и выходных. Будут рады помочь подобрать качественную обувь по доступным ценам. Не упустите возможность обзавестись новой парой обуви. Мадина Кадыргожина, Сумкар Тулумхан, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Благоустройство территории началось в микрорайоне «Юность». Здесь планируется обустроить аллею для прогулок жителей микрорайона. Завершена работа по укладке тротуарной плитки. В настоящее время подрядная организация восстанавливает ограждение футбольного поля. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. Берегите себя и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова